Ты кто? Юля. Ты где? Ну давай поженимся. Зачем пришла? За женихом. Ну смотри, а то сейчас начнется. Здесь помню, там не помню. Я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас три жениха. Дмитрий, Артем и Михаил. И бороться они будут за Юлию. Юлия. 26 лет. Из-за первого возлюбленного попала в автокатастрофу. Из-за обиды на второго стала встречаться с нелюбимым мужчиной. По образованию Юлия специалист по рекламе. Увлекается музыкой, поет и пишет песни. Учится играть на фортепиано и рисует в жанре сюрреализма. Признается, что страдала амнезией. Юлию не сможет уважать бесперспективного и жадного мужчину. Ее избранник должен заниматься спортом, играть на электрогитаре и всегда выполнять свои обещания. Спасибо. Это вам. Моя мама делала аджику домашнюю. Видишь, амнезия, амнезия, но помнят, что лучше приходить в гостиницу. И варенье. Спасибо. Естественно. Информация. Естественно. Мама, кто у вас? Мама у меня врач, но она очень вкусно готовит. И так как я из города Краснодара, у нас своя дача. Ой, ты моя умничка. Видишь, вспомнила про дачу, про мамку. Значит, амнезия была давно и закончилась. А что там произошло? После аварии, что ли? Нет, авария у меня была 18 лет. Амнезия тогда, когда я упала с велосипеда, это была пару месяцев назад. А, совсем недавно была. Амнезия еще не прошла, она тебя забывать будет каждый раз. Детонька, ну-ка рассказывайте, что там приключилось. Я просто ехала на велосипеде вечером после спортзала и попала в овраг и ударилась головой. Мне помогли люди на улице. Я не помнила никак меня зовут. А хоть ты верюзая была ты? Или так ла-ла-ла? Нет. Ну, наверное, просто было немного грустно. Был вечер. Накатила. Накатила с грустью. Накатила? Накатила. Ну, так вообще на великах в шлемах надо кататься. Урок-то вынесла, что не надо садиться даже на велосипед, если манек... Ну, без шлема, да, точно. И вот что, прям мочухалась в больнице, говорит, как зовут? Ты говоришь, Настенька. Это мне это, Лариса. Нет, мне люди помогли. Это грусть накатила, а не накатила. Амнезии-то еще не прошла. Так ты что накатила? Это грусть или алкоголь немножко? Грусть. Да, я думала, алкоголь. Я думала, я тоже. Какого алкоголя. Глаза красивые очень девушки. Нравится? Вообще, очень симпатичная. А ты видела, как Василиса-то изменилась у нас? Да, реально. Ты знаешь, русая коса, вьются волоса. Вот что делает телевидение, понимаешь? Магия, волос, магия. Хорошо изменилась. А что, Роза делает операции себе, и Вася тоже, он перекроился, как посмотрите. Как новая. У меня, может, тоже амнезия уже. Как тебя зовут, девочка? И? И. Но это же было недавно. У нее что-то странное с дикцией, может быть, немножко, не знаю, пока сложно сказать. Все, сейчас все помнишь. Все помнишь. Кто и откуда, ясно. А что там была за авария с молодым мажором? Ну, скажем так. Первая любовь. Встречались год, было все прекрасно. Отношения были сказочными. И вот в 18 лет мне стукнуло. Отмечали его день рождения. Никто не пил, все были трезвые. Но он набрал скорость, и мы разбились с моей стороной. Мажоры, они все вообще ездить не умеют. Три года мне пришлось восстанавливаться. Вся переломанная была? Ну, не вся, но, как видите. Ну, скажи, ну, а этот мажор как-то помог, я не знаю, или что? Ну, он, к сожалению, сказал, я тебя в машину насильно не сажал. И, конечно же, что мне с него взять, если у него такое, внутри воспитание, у него... Деньги взять. Причем здесь воспитание? На лечении хотя бы помогал. У меня было 18 лет. Да, он приходил, конечно, но делом как-то помочь, конечно, нет. Юлия, ну, хорошо, а родители ваши? Или вы говорили, не надо, он не виноват? Что я тогда понимала? Молодая была, опыта не было, первая любовь, розовые очки. А папашка вообще гад просто, представляешь? Девчонки в таком состоянии расписку потребовала. Ведь написала, что претензий не имеет. Моя рыбонька, ну, это же ужас какой-то. Алексей-то, который меня в аварию мою привез, тоже бегал ко мне в больницу, пока я расписку не написал ему. Потом все. Ну, и вот смотри, сейчас 26 лет, и что, кроме вот этого мажора ничего не было в жизни больше? Конечно, было. Или не помнишь? Нет, я все помню. Была у меня история с мужчиной, который, ну, как скажем, добивался меня достаточно долго. У меня были отношения, которые я не могу назвать отношениями, с его другом, и он меня, скажем так, ждал. И сколько вы с ним прожили? Мы с ним не жили вместе. Я не перевозила вещи в ту квартиру, в которую я убирала, готовила, и где я находилась практически каждый день. А он ходил обутый, в грязных ботинках? Ну, скажем так, да. А требований было много? Требования сначала не существовали, все было для меня. Кто-то учится на чужих ошибках, а кто-то на своих. А кто-то я. А кто-то ты, да. Вообще, я хочу сказать, молодость всеядна, к сожалению. Даже хорошие девчонки, красивые, умные, цены себе не знают. Поэтому первые, кто в большинстве случаев, плюньте мне в мою сторону, в большинстве случаев, кто обратит внимание, кто приголубит, кто начнет ухаживать, того и будет эта девушка. Не знаю, что это, заниженная самооценка по молодости, и все. Мы все в молодости неразборчивы. Поэтому, конечно, я вас осуждать не смею, Юлечка. Вот смотрите, у вас уже много было печали в жизни. Да, действительно, это комплексы. Вы правильно, что пришли к нам сегодня. Комплексы откуда? Из детства. Расскажите, из семьи кто не додал чего из родителей? Я воспитывалась мамой, бабушкой и дедушкой, потому что мой папа умер, когда мне было 10 лет. И, безусловно, эта потеря, она сказалась на мне сильно. Я в каждом мужчине ищу какую-то вот отцовскую защиту. И плюс к этому я комплексую, что меня бросят, что меня оставят. Нет, смотрите, Юль, давайте так, я слезы лить не буду, потому что я сама росла без отца. 70% детей воспитаны либо одними мамами, либо отчимами. Всё, вы уже большая девочка, вам 26 лет, не надо искать папу в мужчине, надо в мужчине искать мужчину, и найдёте, поверьте мне, много чего хорошего. Они нам многое могут чего дать. Сейчас уже определились, кто нужен? Однозначно определилась, но я всегда знаю, что все критерии, которые выдуманы головой, они теряют свой смысл, когда приходит химия, связь. Я готова на лояльность, если человек близок будет внутренне. А почему вы не хотите мужчин с ребёнком? Честно, да, мне не хочется. Я чувствую себя так, что хочу быть единственной. А когда дети сами своих планируют? Я готова уже к ним. А как, если у вас сегодня какой-то рок-проект, вы этим занимаетесь, вы хотите на сцену, да? Я не хочу ни на сцену, ни стать звездой. Я хочу реализовывать свой потенциал, который мне, скажем так, дарован. Вы пишете? Я и пишу. А можете что-то напеть или прочесть? Я пишу музыку. Есть уникальная возможность на Первом канале. Ну что, такой куплетик из любимого. Не, ну слушай, ну голос такой хороший, приятный. Прям чувствуется, консерваторию, наверное, закончила. ПЕСНЯ 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 Я считаю, что творчество это прекрасно. Для женщины это прекрасно вдвойне. Но есть кому позаботиться. Если родители помогают, но судя по всему, вам нет. К сожалению. Вот. Поэтому здесь два пути. Либо вы вкалываете, как собак, с утра до ночи. И творчество. И говорите, да, у меня есть лет восемь для того, чтобы еще и успеть вскочить в последний вагон. Либо вы ласкаете слух своего будущего мужа, поете для него, что тоже, кстати, неплохо. И поете прекрасно и колыбельно, и воспитываете своих детей. Но нужно определиться. Потому что многие приходят и заявляют, ой, нет, нет, только не артистку. Тем более вы еще сырец, то есть вам нужно еще становиться. Так что давайте, что первичнее? Первичная семья, личную жизнь всегда стала на первом месте. Молодец, Дедка. Молодец. Спела она замечательно. Голос потрясающий. И девушка хочет уже детей, хочет семью. И в то же время, в нашем случае, может реализовывать себя в нашем бизнесе. Но при этом я могу сказать, что Юлечка у нас дева по знаку зодиака. А дева не любит сидеть дома. Ей все равно нужна реализация и нужна работа. И Юлечка талантливая девушка. У нее есть такой аспект, бессекстиль называется, на верхушке которого Юпитер. То есть она может... Вот этот бессекстиль мне не ласкать слух. Это не то, что я думаю. Это треугольник с равными сторонами из трех планет. Это Венера, Марс, Юпитер. Это говорит о том, что, в принципе, она может достичь успеха. С нами она и наберется опыта на нашей сцене. И главное для... Она должна гордиться своим мужчиной. Вот это вот самое главное качество. Она должна его уважать. Бежать у мужика. Обязательно он должен и зарабатывать деньги, и быть сильным. И решительным. Только он не женат. Кстати, ну у него детки. Но детки вот такие. У него должна быть земная профессия, он не должен быть певцом. Ты волнуешься? Есть немножко. Да? Уж нет. Что есть при данном? Да есть у меня квартира в Краснодаре, дача. Ну это дача у тебя будет в Краснодаре. Пойдет там, не набегаются они в Краснодар ездить. И столько лет там. Да ладно, мам, в 21 век можно все обменять, продать, купить. А что ж ты своих, значит, матушку оставишь вообще без квартиры, что ли? Да вы что, нет. У мамы свое, у нас свое. Давай видео посмотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну если ты такие картины рисовать будешь, то точно ты же не продашь такое. У нас будет столько заказов, что мы будем продавать и ее, и Максима со светом. А знаете, что мне нравится в вас? Что вы проживаете жизнь, ну немножечко уже, правда, пограничное состояние, да, 26 лет, но что вы проживаете жизнь правильной молодой девчонки. Я так поэтому скучаю всегда. Я когда вижу, что горят глаза, что человек хочет что-то творить, что-то создавать, вот я уже на вашей стороне. Ну не могу я видеть накачанных, ну, тошнит, понимаете, которые заточены только исключительно на брак, не берется в расчет чувства мужчины на последнем месте, выйти замуж за него и прикрыть свои какие-то дыры. Вы такая умница, вот нравится. Очень хочется, чтобы вы встретили мужчину, который вас в этом поддержит. Нужен талантливый человек, который бы позволил ей развиваться. Ты такой? Да. Раз приданного нет, не держать ничего, значит, давим на хозяйственность. Вот я не картинки твои там увидела, а увидела, что ты готовишь. Да вы что, я все умею. Это очень-очень хорошо. Значит, я буду давить на это и говорить, что, милая, посмотри, красота. Да, вот рожать готова. Детей на лето есть куда отвезти. Да, соответственно, готовит, убирается, стирает и все остальное. То есть и самое правильное как раз это. Потому что, ну, не продержишься ты на своем творчестве, как говорится. Она все умеет. Ну все, я пошел за ним. Все берем. Встречайте, пироженка. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Меня зовут Дима. Очень приятно познакомиться. Спасибо. Пойдемте. Дмитрий, 25 лет. Студент юридического института. Мечтает стать полицейским. Гордится тем, что поправился на 30 килограммов. Предупреждает, что пережил клиническую смерть. Признается, что если в скором времени не женится, возьмет ребенка из детского дома. Дмитрий терпел холодность гражданской жены из-за своей привязанности к ее дочери и собаке. Но в итоге нашел в себе силу уйти. Надеется, что Юлия одарит его вниманием и лаской. Димон, как-то люди обычно стремятся похудеть на 30 килограммов, а вы гордитесь, что набрали вес. Вы что, были дистрофиком? Дело в том, что пережил довольно-таки серьезную аварию, в ходе которой я при росте в 2 метра весил меньше 70 килограмм. После чего начал активно заниматься спортом, здоровой жизни. Что-то по нему я не скажу, что он спортом занимался. Может, конечно, раньше уже, поэтому такая брюхо фигнует. А в аварию как попал поподробнее? В 2010 году отметил день рождения со своим сослуживцем. Ну и другими, скажем так, друзьями. Отмечали с размахом. Короче, очнулся в грязной одежде. Не очнулся. Очнулся уже в реанимации спустя абсолютно не знаю сколько времени. То есть первое моё воспоминание после того, как я вышел из комы, в которую попал в следствие этой аварии, то, что меня уже перевели в травматологии, я уже даже не в реанимации. Я не помню абсолютно. А приняли это за бомжа сначала? Изначально, конечно, без документов, перегар, крови весь. Господи, Лидия Анатольевна, бабуля, как вы там не умерли-то рядом? Я не это, я не могу. Вспоминать не можете? Нет. Он с бабушкой пришёл, друзей, что у него нет. Ну нет, не совсем. Вот это непонятно. Денечка, а вот со здоровьем там детишек делать. Это не оторвало ему ничего. Абсолютно. Нет? Всё в порядке? Я не чувствую никаких последствий аварии. А зачем вы хотите усыновить ребёнка, если у вас с этим всё в порядке-то? Вот только поэтому спрашиваю. Ну, потому что довольно-таки тяжело в наше время найти достойную, адекватную женщину, которая будет растить моего ребёнка и носить моего ребёнка. А 25 вам зачем? Вы ещё молодой. Был вам 40-го? Для меня, кажется, 25 такой критический возраст, в котором у моего отца, например, в 23 года уже был ребёнок, была квартира, он обеспечил полностью... Послушайте, вы ещё революции вспомнили, в семнасред женились. Но у вас ведь была девушка, с которой вы жили вместе, да, с семьёй? Был, и у неё как раз был ребёнок, и, пожалуй, это даже ребёнок, это был основной персонаж наших отношений. Сколько ей лет-то было? Старше? Она говорила, что ей было 24 года, но, насколько я знаю, ей сейчас 21, может быть, 22. То есть она на протяжении всех отношений там ложь эволюционировала, просто преобладала. А ребёнку сколько было? Когда я пришёл, было, вроде, 5 месяцев. Опа, некий. Когда ушёл, до времени там полутора лет. Боже мой, бедная бабушка, бедные родители. Нет, родители, между прочим, они довольно-таки лояльно отнеслись к ребёнку. Я родился в Челябинске, а в Москве, например, с 97-го года живу. Слушай, он, мне кажется, специально про детей говорит, чтобы, ну, её закадрить. На самом деле, ему дети нафиг не нужно, он сам ещё ребёнок, смотри, просто большой. Смотрите, Дим, перед вами сидит абсолютная красавица. Я полностью. Талантливая. Да. Да, что скажете? Как вам её увлечение? На самом деле, я очень люблю творческих людей, которые поют, голос на самом деле шикарный, внешность, скажем так, предвосхищает. Но я просто немножко застенчивый, на самом деле. Не будете её отговаривать, типа, давай в семью? Не ревнивый вы человек? Я люблю утверждать, потому что я не ревнивый человек, но, по словам очевидцев, я просто тиран и детство. Миша, возьми на вооружение. Возьми на? Возьми. Не, ну смотри, ну, по-моему, реально между ними что-то такое промелькнуло, они оба улыбаются такие чуть-чуть. Дима по знаку зодиака рак. Самое главное для рака – это семья и защита. То есть своя собственная семья, где он чувствует себя защищённым, комфорт, чтобы было что поесть, чтобы было рядом мягкая жена, комфортно. И ребёнок. Часто люди водных стихий любят выпить, потому что выпивка расслабляет. А для водного знака важно это ощущение расслабления. Раки не любят напрягаться, не любят преодолевать трудности. Чтобы ходить на работу, чтобы зарабатывать деньги, чтобы что-то делать, нужен очень сильный стимул. Вот он так выстраивает. То есть, в принципе, можно его сделать дома хозяином? Да? Можно, но... А жена пускай зарабатывает. Но при этом раки, так как это кардинальный знак, он будет этому сопротивляться, потому что всё-таки он должен себя чувствовать мужчиной. А она с пьяным мажором попала в аварию Дутугу. Да, и у неё вообще... Я думаю, что она это держит в голове. Как хорошо, что ты у нас не пьёшь. А, кстати, жить вы где будете? На территории мужа поедете? Если сложится, то да, я готова за мужчиной поехать. Ещё Дима, наверное, скорее всего, очень хочет ребёнка. Правда? Очень хочет Дима ребёнка. Как вы ючку? Прямо сейчас? Прямо готовы? Да, готова. Ближайший год? То есть вы уже созрели? Да. А я созрела для сюрприза. Сейчас он скажет что-то на гитаре. А, он тоже будет петь? Да, на гитаре играть. Гуляем по парку мы только со мной, в мою ладонь, моя ладонь. На речке уйдем рыбу только я и я. Поверь, мне никто не нужен, кроме меня. Каждое утро бужу себя. Влажным поцелуем касаясь плеча. И сонный я бормочу. Ох, как же раньше я жил без себя. Молодец чувак, что... Вот что, прикол. Мне нравится то, что он не постеснялся на передаче и исполнил такую песню. Зая, 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 я. Зая, 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 я. Я пока не понимаю. Такой, мне кажется, с юмором. Но он подошел к этому с юмором. Я, 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 я. Спасибо. Проходите в свою комнату. Спасибо. Если вы выберете Дмитрия, он будет вас любить безумно. Но ваша жизнь будет тихой, скромной. Ой, отогреваться дома, знаете, как хорошо. Вы там наколбаситесь у себя срок музыкантами. Домой пришли под отделкой. Юр к нему. Не даст он срок музыкантами. Не даст ни в коем-то. Ну, понравился? Честно. Да, он приятный. Он вызывает вот какое-то уважение, что он справился с трудностями. Были у нас похожие какие-то ситуации. Дима. Ну, как тебе? Ты одобряешь? Я одобряюсь. Я сразу сказала. Она мне нравится. Я же как человек. Девочка ухоженная. Не глупая. Я вас рядом не вижу, конечно же. Просто небо и земля. Вы абсолютно разные стихии. И вам это не нужно. А я не согласна с тобой, Ларис. Если женщина убедит себя, что мужчина ее так любит, то и она сама влюбится. Вы еще, Юля, не в том возрасте, не в том положении, чтобы устраиваться в жизни. Даже за счет мужчины. Пока вы еще можете себе позволить и влюбляться, и жить страстями. Пока можете. У вас еще есть время. Я согласна, кстати, с Ларисой, что все-таки вы человек талантливый. Нельзя это зарывать. Нельзя это оставлять. Все-таки вам должен мужчина давать возможность развиваться. А он будет давать возможность развиваться только в семье. Только под боком. Только с ребенком. Частенько слышу так. 25 лет молодым. Мне кажется, такой возраст, которому уже нужно все иметь. У вас есть, Юлечка, бонусы. Вы можете узнать, что за скелет в шкафу у Дмитрия, семейные тайны, либо пообщаться с ним наедине минуты. Выбирайте. Интересно. Может быть, у него есть какие-то семейные тайны. Давайте узнаем. Ой, я не знаю, можно это назвать тайной. Или секретом, или что-то. Я не знаю, как это можно назвать. Но по линии папы Диминова, его бабушка, та бабушка, когда мы были в Третьяковской галерее, мы подошли к портрету Куракина. И она сказала, ой, так это же наш родственник. То есть вы определили, что родство есть? Она знала. Вот Лера Александровна, бабушка вторая, она знала, что это... Ваш родственник. То есть не фантазия это, да? Нет, конечно нет. Есть документы? Нет. Документально это не подтверждено. Да мы не стали определять, подтверждать родство. Ну это никак не повлияет на решение-то, что... А это при чем тут решение? А может вы голубой крови хотите? Знаете, вы сами знаете, вы из князей. А теперь, значит, извините. Да, мы из князей, а вы? У меня, между прочим... Они из рабочих крестьян. Папа тоже из князей. Ага. Ну вот видите, все прекрасно. Спасибо большое. Семейная тайна липовая вообще. За уши притянутая. Я таких тайн себе могу вообще целую гору напридумывать. Встречайте жениха. Привет. Здравствуйте. Меня зовут Артем. Ты сегодня невеста, и букет у тебя должен быть невестой. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Артем. 32 года. Владелец свадебного агентства. По образованию экономист. Гордится своей четырехлетней дочкой. Мечтает о большом доме и дружной семье. Предупреждает, что по понедельникам играет в футбол и ходит с друзьями в сауну. Бывшая жена Артема влюбилась в брат и соседки и ушла к нему жить. Надеется, что для Юлии семейные ценности не пустой звук. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Роскошное бутинство. Ну, выглядит хорошо, смотри, такое. Прямо свадебное. Такой, да, такой бизнесмен. Бабло есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Артем, а как так случилось, что жена ушла к брату-соседке? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, когда у нас родился ребенок, как и, ну, то есть, бытовые проблемы какие-то были, постоянная занятость воспитанием ребенка, его, то есть, развитием. Уже нет той эстроты, наверное, да, эмоций, которой так не хватает женщине. Я где-то, наверное, мало комплиментов говорил ей. Ну, то есть, как-то отношения стали немножко угасать сами по себе. АПЛОДИСМЕНТЫ Наверное, уделил внимание дочери, а жена стала лишней в этой истории. Я не видел жены. К сожалению. Изменяли ей? Ну, было, да. А она? Вам? Ну, когда зажили каждой своей жизнью, наверное... Возможно, но я имел место быть в флире. А сосед-то откуда нарисовался? Соседка жила с нами в одном доме. А брат ее? Приходил в гости. Как узнали? Ну, у нас довольно доверительные отношения были, и она мне в свое время просто рассказала об этом. Что они как-то... И вы как отреагировали? Поскольку наши отношения уже угасали, как бы, люди мы адекватные все, я принял эту информацию, как бы, ну, достойно. Хотя ревность какая-то была внутри, да, естественно. Но я понимал, что лучше в росте, чем не с ним учиться дальше. То есть полюбовно, да? Да. Он изменял жене. Он изменял жене? Да, он изменял жене. Он только что это сказал. А, я наушу. Бывало, да. И я думаю, что невеста наша напряглась. Сейчас ребенку много времени уделяете? Стараюсь, да. Выходные. Юля не хочет мужчину с ребенком как раз по этой самой причине. Ну, это ее выбор. Ну, конечно, потому что хочется и выходные, и праздники, и каникулы со своим любимым мужчиной. Юля имеет право, она молодая. Не отказывается. У нее есть свое представление об идеальных отношениях. Мне кажется, ему женщина нужна такая постарше уже, лет за 30, которой уже нечего терять. Смотрите, вот когда мужчина приходит и говорит, я не хочу женщину с ребенком, и все так, понимающие, кивают. Нет, в праве. Да, не хочет. А почему женщина должна вот? Нет, 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 совершенно верно. В праве, конечно, но это не значит, что он полноценно уделяет время только ребенку. Он обязательно найдет время и ребенку, и работу. Это сестра бывшей жены. Понимаешь, давайте мы обопытаем. Я думала, вы не знаете. А наши это вот все под ногу. Раскусили, говорили. Суки, отношения. А что вас связывает? Совместный бизнес, свадебное агентство. Мы партнеры по бизнесу. Так, может быть, вы с женой тесно продолжаете общаться? Нет. Вот если бы аналогичная ситуация с тобой, смог бы ты поднять сам один ребенка? Да я бы костюме лег, но я бы все возможное для ребенка сделал. Я бы ревновала даже к сестре, что это за родственные такие. Ну вот что значит воздушная Венера. Он женщину воспринимает как партнера, как идейного партнера, как единомышленного, как друга. Они могут какие-то вещи обговорить. Хочешь сказать, что умеет дружить с женщинами, что ли? Да. Первый раз вижу. И карьерист. Это чего там у него с Венеры? Венера-Водолея. Венера-Водолея. Да, это самая свободная Венера. Это Венера рассчитана на дружбу, на взаимопонимание и самое главное на равные партнерские отношения. Помнишь, она как про меня рассказала? Все про меня рассказала, да? Да, все, конечно. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Лидия ответят вам на все вопросы в любое время. А сейчас мы прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Смотрите, бизнес у вас, да? Такой правильный, где будет место для работы Юлечки. Она ваша свадебная агент, она петь будет. Да, я и говорю, а я тебе... Все в семью, все в семью. Вы мои слова повторяете. Крылья не привяжете, Юлия? Не привяжете ее к дому? Для меня очень важно, чтобы человек, который рядом со мной, тоже развивался. Ты будешь ей изменять? Ей? Да. Ну, ей буду. Да. Мне ж надо понять, насколько она хорошая. А сестра бывшей жены не будет раздражать в этом бизнесе? Ну, пообщаться нужно. Нет, а вот не общайся, не общайся. А я считаю, что то, что было до свадьбы, можно было и дружить. Вы знаете, я даже, прошу прощения, перебиваю, я даже сейчас не вмешиваюсь в их отношения. Мы работаем, мы друг другу очень помогаем в нашем бизнесе. Но ведь будет сестра к вам там, расстязывает? Ну, знаете, осадочек-то останется все равно. Вот сестричка встретит, скажет, ну что мой был на этих, на женилках, и что там Гузеева? Знаете, они большие молодцы. А что там невеста? Они большие молодцы в плане того, что она сейчас живет своей жизнью, а Артем живет своей. Вот с этим соседом? Да. То есть у них все... Да. Ну, бог его знает, может, это и судьба такая. Он будет рассказывать о свадьбах, она будет рассказывать, как она пела. Тоже неплохо. А вот по поводу погулять, скажи, пожалуйста, этот знак как? Верный, нет ли, Дусь? Ну, могут они гулять. Вообще, воздушные Венеры, они очень часто, конечно, могут. Потому что у них меняются интересы, и, соответственно, с этим интересом... На глазочке, да вот губку прикусывать, глазочки с поволоком, даже на тетю Ларису смотрит так, что мне хочется сказать, я ваша. Но если у женщины много интересов, как у нашей Юлии, то она всегда ему интересна. Такой уже человек не справится. Он так и будет этим заниматься при первом удобном случае. Для него очень важен карьерный рост. Он много времени тратит на это. Для него важны увлечения, связанные со спортом, с какими-то идеями, побыть одному, поехать на рыбалку. Поехать с Аней с Юлей когда-нибудь. У нее возможен рост рядом с Артемом, именно в творческом развитии. Петь будет в вашем ресторане, ну, на свадьбах. Будет петь, играть, писать музыку. А для начала давайте посмотрим на ваш сюрприз. Ну, конечно, у меня такое ощущение, что он больше ее заинтересовал. То есть она им больше, чем тобой. Вы предлагаете петь одну из твоих любимых песен Scorpions? Давай. Спасибо, други мои. Проходите в свою комнату. Обалдеть, ты так волновался. Ваш пи, так ты волновался просто. Рядом с Артемом сможешь развиваться творчески, но он тебе будет уделять слишком мало времени. Тебе нужно все-таки больше. Тебе нужно ощущать, что тебя любят безумно, и ты безумный. Вы в друг друге как бы сливаетесь, и он только для тебя, а ты только для него. Вот это ощущение для тебя важно. Он не сможет тебе дать, но он сможет дать тебе стабильность, которая... Что неплохо в браке. Очень неплохо. Что так же важно. Ну, знаете, как это предполагает твое земное солнце. И я думаю, ты знаешь, еще я бы поспорила, что важнее вот прямо задыхаться, знаешь, друг о друге. Либо вот такая стабильность. Ты тоже уже не маленькая девочка, 26 лет. Поэтому я бы рассмотрела Артема. Понравилось? Классно. Она в жизни лучше намного. Да? Осталось два бонуса. Пообщаться наедине или сквец в шкафу. Ну, давайте пообщаемся. Давай, минуту даю. Ну, скажи, ты готова принять моего ребенка? Мне, безусловно, сложно ответить искренне, ведь я не знакома с ребенком и достаточно с тобой. Согласен, надо время. Но мне важно, что сам факт, да. Ведь ребенок живет с мамой. И я не претендую на роль матери для ребенка. Мне кажется, не нужно претендовать на роль матери, достаточно быть другом. Я нормальный человек, живой. И я понимаю, что дети – это не порог. Скажи, у тебя есть, не знаю, мечта или видение своего дня торжественного свадьбы? У меня свадебное агентство. Как такое традиционное или как-то? Ну, скажем, я, честно, не мечтала даже детально об этом. Но я бы хотела на своей свадьбе спеть с Бонжови. Или чтобы Кинден Кам приехал и сыграл концерт. Варенье, хочешь, ну, чтобы помочь тебе открыть? Ну, мне кажется, когда люди делают для двоих праздник, крепче отношение. Да. Так же считаешь? Да. Здорово. Спасибо за минуту. И тебе спасибо. Время истекло, Юляш, идем к нам. Что, пришел баночку открыть? Да. Какой молодец. Спасибо. Какой молодец. Сейчас такой волнительный момент. Ой, спасибо. Какой молодец. Ну, что там, наобщалась? Наобщалась. Что-нибудь узнала о нем? Что хотела? Узнала. Ну, скорее, он узнал, чем я. А что он узнал-то? Я думаю, он узнал то, что ему важно в жизни и то, что ему интересно. Профессионально. То есть, Варя, у нас есть еще один жених. Будешь знакомиться? Буду. Проходи. Привет, моя потенциальная жена. Привет. Пройдемте. Пройдемте. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил. 29 лет. Работает администратором фотостудии и преподает уроки игры на гитаре. Любит кататься на сноуборде и велосипеде. Пишет музыку и мечтает стать великим рок-музыкантом. Признается, что не переносит сигаретный дым. Михаил 5 лет перевоспитывал свою бывшую девушку и так увлекся, что не заметил, как она его разлюбила. Надеется, что Юлия идеальна во всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Пять лет перевоспитывали свою девушку. А что в ней было не так? Ну, она любила очень тусоваться. Каких-то таких, на мой взгляд, плохих компаний, где там постоянно алкоголь какой-то, ну, такой разгул шел. То есть мне это совсем не нравилось. Тоже смотри общий велосипед и пишет музыку. Ну, пускай сидят и пишут музыку. Ну и... На кухне, на плите. Такой стильный. Ну, вы ее ребенком взяли, можно сказать, несовершеннолетней. Ну, вот в том-то и дело, поэтому... Она была вашей поклонницей, я так понимаю? Нет, она не была поклонницей. Ну, приходила на ваши концерты, да? Скажем так, наше знакомство состоялось через ее подругу. Я с ее подругой познакомился в чате и пригласил подругу как раз к себе на репетицию. Но она прихватила с собой свою подругу Соню. И верхняя пуговица, видишь, расстегнута у нее до пупка. Ну, так он творческий человек. А как оказались вы с ней в одной постели? В одной постели мы оказались таким образом, что мы легли на одну кровать, и она мне начала в плеере включать какую-то свою музыку там в наушниках. Ксюша, 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 ну, чем-то это бред как-то. Ну, да, чуть-чуть того, да. Ну, на самом деле она слушала нормальную музыку, такой рок там, System of a Down и прочее. В этом плане она меня устраивала. Ну, и мы такие послушали ее музыку, я сказал, все, спокойной ночью, повернулся в другую сторону и уснул. И как потом она мне призналась, что это ее очень сильно задело. То есть, можно сказать, в этом плане она... Даже наоборот, она стала меня добиваться. Ну, в общем, тоже не вариант, я так понимаю, что зайдет она к тебе. Конечно, ко мне зайдете. Ну, с вами у нее потом началась активная такая половая жизнь. Это сейчас про что вы тут выясняете? Про девушку, с которой у него потом начались вот эти... Про интимную жизнь его говорили. Скажем так, ее интимная жизнь, наверное, на тот момент была даже более бурная, чем моя. У меня на тот момент даже, наверное, вообще интимной жизни и не было. Скажите, а вот этот синдром властелина у вас когда появился по отношению к ней? Ну, опять же, я не могу сказать, что это синдром властелина, я просто хотел ее отстранить от некоторых таких негативных компаний ее страны, то есть, ну, чтобы она там, грубо говоря, не спилась элементарно. Получилось? На тот момент получилось, да. А потом я, видимо, не знаю, может, стал в каких-то вопросах палку перегибать и как-то наши отношения сошли на нет. Руку могли поднять на нее? Нет, ну, руку я не поднимал, но, может, были моменты, когда я мог это толкнул. Артем, скажи, пожалуйста, тебе понравилась невеста? Мне просто очень понравилась. Расскажи, что тебе понравилось? Симпатичная, миленькая. Мне понравилось то, что чувствуется какая-то открытость, искренность вот в том, что она говорит. Но вы все-таки с ней пять лет, да, прожили? Да, ну, во-первых, она была моей первой девушкой, такой настоящей, да. И, то есть, может, мне как-то и сравнивать не с чем было, и я вот за нее, возможно, как держался. И когда расстались, стали скучать по ней. Да, да, у нас был момент после трех лет совместной жизни, момент расставания, и как раз-таки я прям практически сразу, как мы расстались, пытался эти отношения вернуть. Ну, правда, у вас появилась в это время некая Наташа, это для интима, для здоровья, как говорится. Ну, она появилась где-то, наверное, месяца через три, то есть она не сразу появилась. Поэтому я не такой человек, что... Но из виду не выпускали свою вот эту любовь? Ну, на тот момент, кстати, я выпустил. То есть я уже, можно сказать, ее отпустил от себя. И с Наташей у нас не то, чтобы интим, только мы с ней прям реально как-то, можно сказать, влюбились друг в друга. Вот, и потом Соня об этом узнала, и ее, видимо, это как-то задело, и она решила меня вернуть назад. И, соответственно, у меня сразу же всплыли внутри старые чувства, и мы как-то сошлись, и два года прожили опять месяц. Еще два года? Да, еще два года, но я не могу сказать, что это были какие-то такие счастливые два года. А окончательно что развело? Ну, окончательно развело, наверное, примерно то же самое, что и в первый раз, то есть наши отношения сошли на нет. Мы стали как брат и сестра. Может, стоило сделать и предложение родить ребенка? Нет, я не думаю. Через несколько минут мы встретимся в этой студии. Оставайтесь с нами. Перед вами сидит Юлия и занимается тем же, чем и вы. Вы послушали. Голос шикарный, правда? Да, голос вообще супер, я очень оценил. Как вам кажется, достаточно для того, чтобы серьезные отношения у вас с ней появились? Ну, конечно же, этого недостаточно. Или хочется наоборот девушку, которая бы близко к сцене не подходила? Не, не, не. У меня каких-то таких прям нет ограничений в этом плане. Мы, может быть, даже замутим какой-то проект сам. А вот детишек вы когда замутить-то хотите? Детишек. Но детишек, скажем так, профессия музыканта, она не такая стабильная. Но сейчас у меня как-то более-менее назревает этот проект. Ну, у вас в плане через сколько вы? Ну, лет через пять, может быть. О, да ты чё, мы так сказать не можем. А мне кажется, Юле надо определиться. То есть она ищет какого-то творческого человека. Либо она ищет папу себе, если папу. Нет, нам детей не ищет точно. Она ищет мужа. Я считаю, единственный правильный путь развития. Человек должен продолжать свой род. И это первостатейная задача. Какие обязательства должны быть у вашей жены? Чего бы хотелось? Горячие завтраки или, неважно, будете спать, как все рок-музыканты, до обеда? Скажем так, для меня таких условностей нет. Самое главное – это верность. Или даже если неверность, то хотя бы правда. То есть если там даже где-то изменится, если она мне скажет правду, то я готов пойти на перемирию. Зачем вы сейчас просто и говорите «велком», я тебе это разрешаю. Зачем? Даже об этом говорить не стоит. Зачем творческие люди? Нет, невеста чего хочет. Я хочу иметь личное пространство, чтобы оно было однозначно и у мужчины. И все время постоянно проводить вместе – это для меня какая-то утопия. Для нее совместное времяпровождение – это утопия. Для меня совместное времяпровождение – это смысл вообще вступления в какие-то длительные отношения. Вы ревнивы, если узнаете, что рядом с Мишей поклонницы, девочки? Если появится вот та, которая будет, наверное, через всю жизнь проходить в Соне. Любой творческий мужчина, особенно мужчина, он хочет толпы поклонниц, он грезит признание. Конечно, это его подпитка. И тогда, когда я не могу давать мужчине это признание, так как, ну, не вдохновляют меня музыканты моего уровня. Меня вдохновляет Дэвид Гилмер. То есть это будет ваша эротическая фантазия? Нет, его звуки, которые он извлекает из гитары, меня вдохновляют, а не его лицо. Нет, творческие люди – это… Нужно свободное время. Непростая сфера. Но вот насколько рассудительна все-таки Юля, вот ее луна в весах, насколько она дипломатична, она в самую цель кольнула по поводу того, что она сказала, что она не сможет восхищаться Михаилом так, как бы ему хотелось. А ему действительно важны поклонники, и важно, чтобы женщина в нем признавала его талант. Это очень важно для нее. И чего теперь? Она, значит, будет… А вот мы сейчас посмотрим на сюрприз. Может быть, мы все признаем талант Михаила, и что ты тогда говоришь? Проходите. Это тот момент, о котором мы говорили. Интересно, что за сюрприз. Интересно. Тоже будет сюрприз? Щарок забацывает, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот пошало! Это зак accommodVPN! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЗА500 Красиво. Я не спорю. Не спорно. Да, играет. Класс. Его мы тоже будем показать. Надо взять его координаты. Спасибо, парни. Проходите в свою комнату. Ну, она с интересом смотрела на тебя, когда ты играл. Ну да, глаза горели, конечно. Представляете свою жизнь с музыкантом? Сложно. Это же совершенно отдельная каста, абсолютно. А у них свое расписание жизни, свои принципы, свои принципы в дружбе. Понимаете, что для них норма, для нас нонсенс. Я общаюсь с музыкантами по... У них отдельные жены. Да, да. Даже дело не в женах. У них характер тот, который меня не устраивает, в принципе. Просто какой-то их внутренний стержень. Миш, как тебе вообще невеста? Нравится, нет? Ну, внешне нравится. По общению пока, наверное, нет. А так симпатично, детишки, он будет талантливым. Он не хочет детишек. Да так детишки, пусть и сам пойдут. Нет, он хочет сам быть детишкой у прекрасной жены. Нет, он будет детишкой сам лет до 72, понимаете? Понятно. А так детей ты сделала и дальше пошел. Да. Это отдельная каста, ребята. Музыканты, это другие люди. Но у нас еще остался бонус. Скелет в шкафу хотите узнать? Хочу. И я хочу. Хотя тревожно. Уж больно такой он мутноватый. О, жил одной семьей с двумя девушками. Ну, правильно. Ну, а как? Ну, а как? Ну, а как по-другому рок-музык? Это тоже его опыт. Не смущает? Конечно, смущает. Больше смущает, как на это решились девушки. Ты жил одной семьей с двумя девушками? Я что-то не знаю про тебя. Вообще, на самом деле, сегодня знаковая передача для Юли. Потому что она может найти своего единственного, верного и любящего, и семейную жизнь, семейный очаг. И второй вариант – это развитие своей творческой карьеры. Ага! Даже прекрасная Софи Лорен вышла замуж за Карла Понти, чтобы развивать карьеру. Правда, рассказывает всю жизнь, что очень его любят. Хотя, как этого Карла можно было любить, престарелого, мне трудно верить. А говорят, он ей дарил бриллиант за каждую свою измену и дорогой подарок. Еще он ей умудрялся изменять. Если зайдет к тебе, выйдешь? Нет. Ну, что вы смотрите на меня, не с кем вам посоветоваться. Не с кем. Поэтому сами принимайте решение, кто из троих мужчин вас может осчастливить. Я таки это придержу в секрете. Ну, как думаешь, кому она вообще пойдет? Наркетному, богатенькому? Ну, да. Конечно. Я за Дмитрия, и что? А Дима-то точно, там и ребенок будет. Зачем он ей младше? Ну, для чего? И не по лицу Каравай, пока Дмитрий не дорос до такой, как Юля. А что это она будет экспериментировать? Но стабильность ей сможет дать только Артем. Артем, я тоже за Артема. И ты за Артема. Я и за первого, и за второго. Ну, даже внешне, понимаешь, сравни тебя и первого жениха. Конечно, ты любишь. Она больше хочет развиваться. Юлечка, мы тебя в любом случае поддержим. Проходи, куда решила. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Меня зовут Алиса. Мне 22 года. Я работаю младшим инженером в отделе аэродинамики и баллистики. В свободное время занимаюсь оперным пением. Свою невинность готова подарить только законному супругу. Хочу встретить эрудированного мужчину, который будет оказывать свою любовь поступками и баловать меня подарками. Мы не знаем, выйдет Юля одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. Спасибо. Я рад, что ты зашла во вторую комнату. Дай руку. У нас есть пара Юля и Артем. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженийся. Удачи. Мы втроем, как мне кажется, попали в некую зону комфорта. Какой скрученный у нас жених, нет? Красивый, взрослый, здоровый, румяный. Но для этого случая у меня есть светлые очки. Это будет отец моего мужа. Мне нужна ваша помощь. За что вы говорите? Они слишком вас хотят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова